В совхозе имени Ленина установилась теплая погода. Пришла пора заниматься уборкой и благоустройством территории. 23 апреля 2022 года коммунисты города Москвы приехали в совхоз, чтобы провести субботник. От метро трудовой десант доставили автобусы до Дома культуры. Хорошо, самоходы уже там часть подошли и еще ребята подъехали. После короткого приветственного слова и возложения цветов в памятнику Ленина, разделившись на три бригады, все проследовали до мест проведения работ. Дорогие товарищи, друзья, сегодня мы здесь на следующий день после 152 годовщины со дня рождения Владимира Ленина собрались для того, чтобы, во-первых, на территории этого замечательного народного предприятия совхоз, который носит имя Владимира Ленина, еще раз отдать дань уважения, памяти вождю мирового пролетариата. Ну а после того, как мы проведем нашу торжественную часть, мы все примем участие в благоустроительных работах в субботнике. Большое вам спасибо за то, что сегодня вы пришли. Я думаю, что не будем затягивать, так сказать, с речами. Лучше сейчас возложим цветы, а затем пойдем поработаем, как положено. Вот это субботник, это как будто возвращаешься вот в то время в Советский Союз. Рада вас видеть здесь и приветствовать. Надеюсь, что вы нам сегодня окажете помощь в благоустройстве наших зон отдыха. Я вам за это буду очень-очень благодарна. Депутат Государственной Думы Денис Парфенов рассказал о планах и мотивах участников субботника. Сегодня у нас замечательный день, хорошая погода. Здесь мы будем проводить субботник в замечательном прекрасном предприятии совхоз имени Ленина. Не только отдадим дань памяти и уважения Владимиру Ленину, но и поддержим прекрасную традицию, заложенную еще в советское время. Постараемся принести максимум пользы для предприятия. Там у нас, так понимаю, в планах покраска забора, там ряд еще вещей. Ну вот сегодня силами партийной организации, примкнувших сочувствующих вместе с Павлом Николаевичем Грудининым проведем этот субботник. В этот день добровольцы красили забор у детского сада, замок детства, школы и парковой части нашего любимого поселка. Сохраняя ленинские традиции, мы собрались сегодня на субботник в совхозе имени Ленина. Красим забор детского сада, приносим общественную пользу и считаем, что всем остальным тоже нужно подключаться к таким инициативам. Работали хорошо, как говорится, с огоньком, напевая родные сердцу песни. Владимир Буховский рассказал, почему для них так важно проявить солидарность жителям совхоза, поддерживая их в борьбе с рейдерским захватом. Максим, сожганизовали, так и весело, приятно слушать. Напоминает молодость. А как же, что-то было давно, и не так, да? Всего доброго вам. Люди искренне хотят поддержать коллектив совхоза имени Ленина, который сталкивается вот с такими вот трудностями в виде рейдерского захвата, в виде политического давления, в виде вот этой лжи, которая льется лично на Грудинина, чей личный персональный вклад в развитие совхоза очень трудно переоценить. Нас здесь очень тепло встречают, к слову сказать. И местные жители радуются, и погода совхозом организована чудесная. Поэтому спасибо вам за приглашение. Зовите еще, будем рады. Чем сможем, тем будем помогать. Кто работает, тот ест. После окончания субботника его участникам были предложены вкусные пирожки производства местного кафе «Ягода», а также каша с тушенкой, чай и сладости. В завершении руководители бригад поблагодарили за хорошую работу коммунистов. В ответ коммунисты заверили, что готовы грудью встать на защиту народного предприятия. По первому зову прибыть на помощь. Дорогие товарищи, честно, говорю честно, не ожидал, что так хорошо будет работать. Молодцы. От имени коллектива совхоз Ленина, говорю, большое вам спасибо, что вы нам помогли. Я здесь видела, как вы убрали. Вы работали просто замечательно. Вы сделали такой объем, честно говорю, не ожидала. Спасибо вам огромное за то, что помогли. Пусть маленькую Толику, но забор у нас здоровый, большой. И за столько времени, к сожалению, это не оселит, но все равно смотришь и прям душа радуется. Он посвежел, светленький такой, красивенький. И детям тоже будет очень радостно и приятно ходить. Спасибо от меня, от всего детского сада «Замок детства», а я от детей в том числе. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, всем спасибо большое. А моей команде особое спасибо. Мы молодцы. Вы такой объем работы сделали. Просто замечательно. Еще раз огромное спасибо. Всем здоровья крепко, всем удачи. И мы, в свою очередь, хотим вас поблагодарить не только за тот теплый прием, который вы здесь нам устроили, не только за то, что вы это все построили и сохранили, но то, что вы своим сопротивлением этому рейдерскому захвату подаете нам пример стойкости и уверенности. Мы приехали вас поддержать совершенно искренне, потому что мы знаем, как трудно вам приходится. И я вот искренне от души вам самые добрые пожелания здоровья, успехов в вашем труде и, конечно же, чтобы мирная жизнь снова восторженствовала в совхозе. И мы отметили этот день вместе с вами, как мы это привыкли. Спасибо вам. Удачи. Не только коммунисты работали в этот день, благоустраивая и приводя в порядок территорию. Жители совхоза семьями выходили, чтобы убраться около своих домов. Особый нагоняй курцам, потом сделаем в чате. Присоединяемся. Молодцы, папке помогать. Надеемся традицию, так сказать, поддерживать. Хотя бы раз в месяц, ну хотя бы раз в квартал. Проходить здесь, да? Приятнее было жить, собственно. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ-совхоз. Поддерживайте наш канал донатами и, конечно же, помогите распространить это видео в своих социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok